Началась эта история год назад, прошлой зимой. Но, по порядку, с соседкой своей я никогда не дружила. Нет, мы не пакостили друг другу, соль на участки не сыпали и мусор не бросали. Иногда вежливо обменивались через забор несколькими фразами, даже делились саженцами. Но уж очень разными мы были. Лариска, жуткая частюля и аккуратистка. Я, лентяйка и разгильдяйка. У Лариски все правильно и по плану. Я, неорганизованная, пофигистка. У меня всегда как минимум две собаки. Ларка в свое время не разрешила дочке завести даже котенка, от него же грязь и зараза. Вот из-за последнего пункта соседка мне особенно не нравилась. Меня раздражали ее вопросы, у вас что, собаки в доме живут? И лицо при этом брезгливое и непонимающее. Да, в доме. Отвечаю я из вредности добавляю, иногда и спят с нами. Ларка в ужасе закатывает глаза. Справедливости ради надо заметить, что вообще-то она мне не досаждала замечаний по поводу Лая не делала и других претензий не предъявляла. У самой с участка частенько неслись вопли и ругань. Это Лариска чехвостила мужа Саню, большого любителя выпить. В одно прекрасное январское утро Лариса в панике собиралась на работу. Всю ночь проругалась с мужем Сашка, вот уже восьмой день праздновал Новый год, и утром банально проспала. На улице трещали январские морозы. Тут надо заметить, что уральские морозы, это не шуточки в 10 или 12 градусов, это и 30, и 35 минусом, а то и ниже. Укутавшись, выскочила Ларка за ворота и, вначале она ничего не поняла, к калитке была привязана собака. Полуживая, вся в сосульках, морда в ине. Какая-то двуногая тварь просто привезла ее и привязала к воротам. В 30-ти градусный мороз, при появлении Лариски, пес поднялся из сугроба. Соседка отвязала поводок, топнула на собаку, иди. Иди, пес не уходил. Стоял и смотрел на Лариску. У той слезы покатились по щекам. При всем своем занудстве, фашисткой Ларка не была. Думать ей было некогда на работе ждал суровый начальник. Схватив пса за поводок, она заволокла его в дом, растолкала ничего не понимающего мужа, рыдая крикнула ему, сделай что-нибудь. Потом позвоню, сама запрыгнула в машину и умчалась на работу. Мужу отзвонилась уже с работы, услышала его веселый голос, обрисовала ситуацию, удивляясь, чему это муж так радуется. Но тут явилось начальство, Ларка огребла за опоздание, расстроилась и взялась за текущие дела. Вечером, когда она вошла в дом, к ней в ноги метнулся огромный лохматый клубок. Пес вертелся вокруг ошалевшей Лариски, размахивал хвостом и даже поскуливал от радости. — Чего это он, чего так радуется? — спросила соседка у улыбающегося мужа. — Ну, он же понимает, что ты ему жизнь спасла. — Думаешь, понимает? — спросила Ларка, машинально гладя собаку. Шерстка оказалась мягкой, шелковистой и приятной на ощупь. — Конечно, — ответил муж, — он вообще очень умный. — Лар, давай его себе оставим. Я его помыл. — Брик, дай маме лапку. — Почему Брик? — спросила мама, пожимая протянутую лопищу. — Не знаю, ему нравится, он отзывается. Так пес и остался Бриком. Как выяснилось позднее, было ему около трех лет. Днем рождения стали считать 8 января, день когда Лариса нашла его у своей калитки. Соседка в сет-акт разместила объявления в соцсетях. Как она говорила, а вдруг собаку ищут хозяева. Может какие-нибудь придурки увезли родственники или соседи. Дураков полно. Может найдутся. Ларка не верила, что хозяева трехлетнего пса могут вот так просто привязать его на морозе. Но тут приехала с каникул дочь, она гостила у бабки, на Лариску на селе уже вдвоем. Оказалось, муж давно мечтал о собаке. Но, зная патологическую чистоплотность жены, даже заикаться об этом не смел. И ларка сдалась. Да она и сама с какой-то катастрофической скоростью начала привязываться к собаке. Тем более Брик, со свойственным всем собакам умом, главным начальством, выбрал свою спасительницу и буквально ходил за ней по пятым. Парень оказался умницей дома не пакостил, обоев не рвал, ковров не снимал, по делам, просился на улицу. С тех пор прошел год. Теперь, когда мы вместе гуляем с собаками, Брик нежно дружит с моими девками, я только и слышу, какой он ласковый, умный, аккуратный и вообще совершенно необыкновенный. Ты же не любила собак, поддеваю я Лариску. Ты не понимаешь, отвечает та, мне его оттуда послали. И показывает на небо. У меня Сашка пить совсем перестал, а дочка в универ на бюджет поступила. Я и мечтать об этом не смела. Деньги три года копила. Может она и право. За хорошее дело и награда хорошая. Угадайте, где сейчас спит Брик? Правильно, в кровати с Лариской, наглой мордой, на подушке. Нет, соседка не стала грязнулей. Просто ценности немного поменялись. А на предмет чистоты, купила какой-то навороченный пылесос и вовсю воюет с собачьей шерстью. Да постельное белье меняет чуть не каждый день. Оказалось, что никакой грязи от собаки нет. И заразы тоже. Лариска даже подумывает взять вторую, а то, Брикушке днем одному скучно. Фото к статье мне пришлось взять из интернета. Ларка не дала сфоткать Брика. Угадайте почему. Ага. А вдруг хозяева увидят, приедут и заберут, а мы как? Лариска до сих пор не верят, что собаку выкинули настоящие хозяева. Все думают вредные соседи или родственники. А теперь, для чего я написала эту статью? Я не буду писать об ответственности за животное, об этом писано-переписано миллионы раз. Не буду призывать людей быть людьми, это бесполезно. Мне хочется объяснить, что подкинуть надоевшее животное в частный сектор, очень плохая идея. Дело в том, что когда-то мы с мужем, приехав поздно с работы, также подобрали у своих ворот подброшенную кошку. Так же стоял мороз. И если бы мы не задержались тогда, по чистой случайности, животное просто бы погибло. Как выжил соседский Брик, вообще непонятно. А, добрые, хозяева наивно полагают, что в частном секторе животное подберут, там мол нужны кошки и собаки. Так вот, знайте, не нужны. Тут в каждом дворе своего такого добра навалом. Расплодят, потом не знают, куда девать. И вашему подкидышу рад никто не будет. Брику просто повезло. А вообще, селяне, народ простой, интеллектом не изуродованный. Для них собака и есть собака. Замерзнет, да и хрен с ней. Вон их сколько. Не пожалеют и в дом не пустят. То же и с кошками. А бедной животине тут и укрыться негде все подвалы надежно закрыты. В оградах, цепные псы, они чужака просто порвут, да и все. Уж если вам так нужно избавиться от животного, но оставьте его по крайней мере в городе. Кошки хоть в подвалах укроются или на теплотрассе спасутся от холода. Хотя какое уж тут спасение. Но в городе гораздо больше людей, что пожалеют, накормят или хоть в подъезд запустят. В частном секторе, крайне редко. И все, таки напоследок. Люди. Ну вы ведь, люди.